всем привет с вами юля сегодня я хочу снять видео о моих вышивках которые находятся в рулоне видео будет такой знаете для настроения для вдохновения и под вышивку так как снимала недавно видео об итогах достала свой рулон и все работы про утюжила прикоснулась к ним вспомнила как вышивала все эти сюжеты столько вышивок столько всего интересного но решила с вами поделиться у меня конечно же где-то есть такие видео но и для новых зрителей я думаю будет интересно еще раз полистать посмотреть что в рулоне что не оформилась пока еще ну вот первая вышивка которая сейчас перед вами это у нас сделай своими руками волшебные часы здесь основа 14 каунта и до best x очень такая плотная кстати она очень хорошо держит форму и не деформировалась не как-то исказилась после стирки вышивка здесь крестом в две нити есть бэк стич и что здесь было из особенностей то что ниточки такого не очень хорошего качества нужно было брать короткую нитку иначе они быстро перетирались но в целом результатом я сын довольна то что получилось работа такая интересная пришила здесь 22 шармика это я сама от себя так придумала вот такие вот красивые часики работа должна была быть намного длиннее я ее обрезала потому что там должен был вышиваться часовой механизм и работа должна была идти вниз около метра по 95 сантиметров она должна была быть но я подумала ну куда я буду вешать такую огромную работу к тому же получается как бы нужно было бы вышивать много еще не факт то что оформится такая большая работа ну хотя бы вот так можно оформить даже еще можно подрезать стойки и вот так вот можно эту работу оформить на тоже достаточно большая сантиметров здесь 40 может быть даже и больше но с запасом да вот такая вот интересная работа вышивалась замечательные часы домик посмотрим смогу ли я ее когда-нибудь оформить это дименшинс оригинальный набор по-моему даже санс это был еще но то дизайн дименшинс это у нас подводный мир морской по-моему первая работа на такую тему мне очень понравилось вышивать этих рыбок они все-таки разнообразные яркие такая здесь жизнь кипит скат здесь по креветка различные всякие рыбки но я даже не знаю всех рыбок вот эти очень такие важные рыбешки крупные в общем было интересно вышивать основа здесь оригинальная на и до 14 каунта голубого цвета вышивалась легко быстро интересно вот такая вот классная работа я бы еще с удовольствием вышла каких-нибудь рыбок от дименшинс просто для настроения яркая красивая работа дальше это барбака оригинальный набор любящий сердца в наборе была вот такая вот равномерная основа по-моему это линда тонированная был очень большой отрез я сразу не сообразила померить сам дизайн и основу и просто начала вышивать из центра без разметки и когда вышел обратила внимание что здесь были вот такие огромные поля можно было конечно сместить работу сэкономить и вот на такой основе вышить каких-нибудь еще без корнюшек красивых каких-нибудь вещей маленьких но не сообразила поэтому работа у меня в центре вот такая вот красивая работа нежная есть парная работа так именно к этому дизайну от линарты там девчонка но пока девчонку не найти она снята с производства можно найти но просят большие деньги а мне жалко давать большие деньги может быть когда-нибудь если попадется то я ее куплю и вместе конечно хотелось бы оформить работы у ланарты интерьерные очень интересные я получила огромное удовольствие от процесса самое главное я от этой работы уже получила удовольствие от процесса если получится то она когда-нибудь оформится но нужно в паре чтобы это все было бэкстич розочки все очень красиво воздушно легко вот красивый сюжет небольшой сам по себе адрес основы посмотрите какой огромный да сама работа вот так вот небольшая очень красивая работа и с огромным удовольствием легко она вышивалась следующий дизайн это у нас чарим намыть кристалл арт подразделение кристалл арт у них у кристалл арт комплектация на право этих материалов не очень качественная там бестекс какая-то аида была такая очень жесткая я конечно же заменила основу у меня здесь равномерка она оказалась кстати неравномерная основа поэтому у меня получился дизайн вытянутый я-то думала равномерка но я забылась она неравномерная вот сам дизайн потрясающий я люблю иногда вышивать и дизайны на украинскую тематику хатки какие-то поля луга и вот это дизайн он очень позитивный очень такой знаете атмосферный журавлики здесь классные немножко бэкстича видите такие колосочки травки красивый орнамент здесь вышивается орнамент крестиков крестик крестиком одну нить в две нити и бисер и пришивается в украшение ювелирный и обычный работа очень красивая очень интересная вышивалась легко вот к сожалению неправильно я ее разместила на этой основе нужно было разместить вот так она была бы хотя бы у меня пошире такое яйцо по по кругле так получилось она более вытянутая но все равно я ее люблю люблю и она мне нравится так такие красивые журавлики глазки бисеринки вот красиво очень красивая работа нежная так это мои знаменитые круги которые я в 2017 году я их два быстренько шустренько вышила и остальные два затормозились это набору фирмы панность четыре стихии земля вода ветер огонь вот ветер и огонь у меня вышились на одном дыхании потом я переключилась чего не надо было делать и теперь зависли эти дизайны но я все равно будут вышивать надеюсь этом году я смогу преодолеть себя и выше их это у нас ветер посмотрите какой классный ветер какой классный здесь парень красавец а вот огонь огонь вообще я обожаю моя стихия здесь у нас спартанец вот такой вот шлеме в латах заднем фоне вулкан все здесь в огне птица феникс тоже моя птица щит у него такой классный огонь мне очень нравится шикарный такие вот у меня два круга есть вот они и нужно в этом году два обязательно вышить вот прям обязательно сколько ж можно уже тянуть отвлекаюсь то на то то на другое надо серию завершить и уже все это оформить как будет классно эти вышивки все вместе смотреться так dimensions дизайн dimensions сборка магазина клубок желаний а я забыла как называется дизайн что-то country что-то деревенский ой забыла не вспомню ну неважно увидела отшив у светланы горелкиной и прямо загорелась увидела что у девочек есть этот набор конечно же купила сразу приступила вышивала помню летом не так хотела бы всего отпуск я уже августа ждала и вот в преддверии отпуска я вышивала себе вот такую идиллию деревенскую здесь у нас действительно деревенская идея этих ходят себе гусики тут у нас какая-то распродажа все по 50 долларов вся всякая утварь домашняя распродается вокруг деревья зеленые цветы цветут я кстати тут в цветах французских узелков сама накрутила так увлеклась французскими узелками как давай их тут крутить везде оживлять работу по дизайну их не было я их тут сама накрутила и мне очень нравятся французские узелки здесь в цветах в работе очень много деталей ее можно рассматривать она такая теплая позитивная красивая здесь деревья том резной красивые сердечко видите над дверью дорожки тут какие-то сушатся в общем такое деревня хозяйство и очень нравится мне вот эта табличка посмотреть какие подсолнухи красивые столько деталей столько бэкстича но все вышивается все очень классно интересно люблю эту работу очень люблю и стареньких это такая знаете очень интересная классная работа но она очень очень сложная это ланцвит спи моя радость не кстати у меня есть еще парный набор хорошо что я успела его купить он у меня есть запасах там радость на двоих два зайчика с тортиком день рождения празднуют тоже на синей основе обязательно нужно вышить ну вот пока не могу собраться с силами видите серии мои не не завершаются что такое это все от большой любви все хочется значит что у нас по этому дизайну здесь очень много бэкстича смотрите сколько зелени и все это конечно же обшивается бэкстича все травиночки все детали очень насыщенная работа хоть здесь и вышивка крестом но деталей и обшивки очень очень много но когда деталь это часто смена нити тут видите в одеялки лэзи-дэйзи французский помузелки они это крестики просто такой зайка милый ой потрясающая работа потрясающая жучок тут такой грустный сидит все из 5 на дежурстве с лампочкой тут такие цветочки звездочки шикарная разработка просто классная надо вышить пару обязательно других двух зайчат вот такие вот котики dimensions оригинальный набор кто за кем наблюдает люблю котов от dimensions долго я собиралась на создание этой красоты долго начинался мне как обычно все по начинается все по надкусывается по чуть-чуть и потом эти начатыши ждут своей очереди но когда уже очередь к нему дошла я быстро с ним справилась здесь неполная зашивка много полукреста бэкстич в умеренном количестве и вышивалась это с огромным настроением прекрасная цветовая гамма не устаешь от цветов периодически они меняются только ты то там фон повышевал птичек я очень люблю если у меня такой вопрос зрели какие толстенькие птички какие маленькие дырочки в этих скворечниках как-то они не рассчитали как бедненьким птичкам туда залезть вот они наверное все сидят снаружи скворечника потому что и толстые и спрятаться в домик не могут не залазят сосульки тут ветки простой дизайн он очень-очень классная его люблю надо будет еще до вышивать котов от серии dimensions нет коты нравится только у dimensions мне нужно еще фредерико вышить леонардо и можно будет до оформлять коллекцию макс и мэгги у меня вышиты и оформлены и так это у нас реолис материнская любовь тоже бедняжечка вышилась быстро а пару свою ждет уже много лет поцелуй еще не готов вот тоже нужно собираться и вышивать здесь как вы видите много вышивается просто одним цветом поэтому вышивается очень легко единственное что нужно где-то потрудиться вот здесь вот в этих участках где у нас тут волосы какие-то украшения и здесь есть там какие-то одиночки вкрапления но это все очень просто вышивается в украшение идет бисер но хорошо здесь лежите уже несколько раз и гладил эту работу ничего с ней случается очень-то все волшебно конечно феерично хочется уже скорее пару и до оформляться мне уже прямо идти есть как оформить да ну что пока ждем вот такая вот работа есть у меня там прям моя гордость это набор был кандамар дизайн купила знаете вот просто на удачу потому что в этом этот дизайн идет выше вышивка на по напечатанному фону и по-моему это 90-х годов очень очень какой-то старый дизайн и так как основа была сложена в четыре раза там были опасения что перегибы сотрутся и вот когда я покупала я же не знала что я покупаю набор был запечатанный когда он пришел я открыла посмотрела что основа здесь в идеальном состоянии это конечно была удача могла бы быть конечно и и беда и уже ничего бы не сделать но мне повезло у меня пришла хорошая основа очень качественная печать прям потрясающая печать все детали все нюансы все видно привод кандамар для меня был открытием но это было в прошлом году я вышивала что могут быть вот такие шикарные работы потому что частичная вышивка обычно как бы считается для начинающих или что-то вот как-то несерьезно но поверьте мне это не для начинающих это объемная большая здесь проделана работа вышивки много пусть ее вот так глазом не не ухватишь все эти стежки где что вышивалась на вышивке здесь много работа интересная хочется оформить но я пока собираю индейцев чтобы еще что-то подсобрать вот к этой работе у меня есть первый снег от дименшенс набор нужно будет вышить и тогда все вместе все мои индейцы оформятся давайте поближе покажу в этом наборе много криника использовалась и в блендах и чистом варианте вот видите в воде блестит дальше у нас вот такой вот индейц товарищ это кабанчика он везет не думаете не никто там это кабанчик я его долго рассматривала сто процентов кабанчик подстреленный девушка убегает встречать своего мужа наверное привез добычу знатный охотник а это деревня посмотрите как хорошо сделаны их не вигвам и креником в серединке вышивается как будто это внутри костер подсвечен подсвечивается видно и мы видим за бегло маме там лошадки собачки вот еще лошадки люди собирают хворост готовятся делать костер готовятся жарить кабанчика будет в деревне праздник вот деревья много вышиваются прям там и полукрест в одной в 2 и в 3 нити поэтому елки получаются живые вот тут тоже чуть-чуть и гора посмотрите много креника она вся переливается потрясающе просто вообще класс шикарный набор если вдруг вам попадется прям берите не размышляйте это потрясающая работа вообще кандамар мне очень понравился я бы на другую тематику я бы еще несколько таких работ вышел это интересно так тут мне вот малышки сразу заготовлены это нарциссы почта ссср 32 копейки пожалуйста 1976 год кто же был рожден в этом году кто помнит эти марки кто помнит ссср да это у меня рукодельные забавы был подарок вышивал эту марочку канва здесь по моему 16 каунт rustic очень люблю rustic он так классно смотрит шикарно снова классная а это а я не помню кто за производитель но как только появился этот ангелочек его многие вышивали такой прикольный с бисером почему-то не оформился как-то вот некуда кубышка кубышка вышивала на оригинальной основе намучилась конечно надо было менять но смотрится красиво такая вот кубышка нужно будет оформить в какой-то мешочек рукодельный прикладной нужно будет вести к моей швее которая и как дизайнер-оформитель интересные вещи делает это я что-то для вышивки для вышивки для выставки вышивала на тему чаек было в рамочке она там рамочкам не испортилась и вытащила нужно будет сделать какую-то тоже сумочку чехол что-то вот такие вот тут чайки так это журавль от панны long stitch очень интересный дизайн набор с удовольствием я попробовала long stitch рекомендую если кто-то еще не пробовал новые техники всегда приятно пробовать так а это а это у меня дизайн дименшенс но это был набор от classic дизайн но там мне не понравилось что-то да как-то в общем это уже наверно мой подбор от classic дизайна там ничего не осталось только схему основу я взяла свою 18 украсила чаем поэтому такая пятнистенькая получилось нитки заменяла часть они так и дименшенс и часть дмс в общем такая была история намучилась этой работой прям не могу сказать что прям сто процентов довольна своим подбором часть мне здесь нравится часть вот как-то не не очень какие-то вот цвета вот где-то здесь в этом в одном цветке точнее вот здесь а так целом конечно симпатично получилось вот такие вот пиончики но дименшенс красивые объемные так посмотрели мы с вами часть рулона напомню что это я вам показываю то что не оформлена потому что периодически работа оформляются и вот то что остается я вам показываю это работа уже будут этого года я снимала видео об итогах конечно же как бы вы наверное второй раз их посмотрите но мы быстренько пролистаем чтобы уже рулон упаковался и видео было полным о всех моих работах это вот такой вот лунный эльф от неокрафт симпатичный быстро вышивался два шармика на равномерке вот такой кардинал рукодельные забавы восемнадцатая аида кофейная класс люблю такую кофейную основу тоже быстро вышелся прям такой классный этот кардинальчик петушок от дименшенс это у нас вышивка гладевыми стежками и вообще разными всякими стежками очень интересная работа необычная я от не просто балдею получила огромное удовольствие от вышивки быстро вышивался эффект классный будет оформляться в подушку вот такой вот пешок на равномерке это у нас дименшенс дух волка вышивался в серию про индейцев вот эта красавица классная да ну это всем известный дизайн и несмотря на то что всем известный часто вышиваемый я все равно не мечтала потому что прекрасно разработка ну как можно не иметь в своих вышитых работах такую работу скажите мне всем нужно обязательно ее иметь к тому что вышивается очень легко ну как пройти мимо этой красавицы нельзя вот никак нельзя дальше дименшенс зимние радости зимние радости сборка от магазина клубок желаний сложная работа на 18 аиде есть пол крест 3 4 5 сложение нити много бэкстича выкладной нити много деталей долго вышивалась не все просто было но тем не менее я справилась и очень рада что у меня появилась эта работа и хочется собрать тоже коллекцию зимних дименшенсов обязательно хочется хоть и их часто вышивают и как бы такие работы которые вышиваются многими тем не менее тоже хочется они настолько классные что это это классика это навсегда оригинальный дименшенс американские львы легкая работа простая вышивается на одном дыхании вот всем рекомендую даже кто еще не вышивал дименшенс и боится здесь нет каких-то сложных техник стежков постичь минимум вот небо видите сколько много полукрестом все вышивается поэтому запросто беритесь вам понравится любые вас порадуют следующая работа джанлин 4 сезона птиц так называется эта работа здесь у нас 4 сезона весна лето осень и зима основу заменила на равномерную от обель хорн соответствует 14 каунту по моему его называется вышивка непростая очень много три четвертых креста дробный мелкий бэкстич и страшная мелкая схема которой я в конце же потом привыкла до начала конечно у меня была сложная но потом я все ко всему наверно привыкаешь и процесс пошел и работа завершилась чему я очень очень рада скорее всего это будет подушка но пока я еще не решила под подумаем когда буду менять какой-нибудь интерьер что-то в доме я ее скорее всего в подушку оформлю к быть большая пушистенькая красивая подушечка в украшение дальше чудесный глав ласковый май великолепная работа прекрасный процесс здесь у меня нет каких-то нареканий сам процесс все вышивалось на том дыхании все мне понравилось основу не меняла родная и все очень хорошо смотрится здесь эйда 14 каунта серого цвета есть в этом букете свои нюансы украшения много бабочек вот такие колосочки французские узелки и их с удовольствием крутила вот еще здесь бабочки сирень и ландыши вышиваются очень легко но у меня по крайней мере они хорошо пошли я прям с удовольствием их вышивала вот такая работа шикарная шикарно на мой взгляд отличный результат достойный набор достойный дизайн могу рекомендовать вырвака яркие птицы здесь была замена основы здесь в наборе была аида я заменила на равномерку получилось понежней но немножко я уменьшил аккаунт по ошибке но тем не менее работа нежная очень такая приятная сказочная хотелось бы вышить еще несколько сюжетов на тему птички клетки и все вместе в белой рамочке какие-то такие красивые воздушные вместе их повесить ой мечты мечты юля иди вышивая иди вышивая тут пока мечтательница они вышивательница так еще один небольшой дизайн тегу вернер монограмма такая разработка интересная как старые такие вышивки и вот розочки вот такая вот работка в подушку буду оформлять и еще одна красивая работа панна поберег ключ мудрознания по он так называется основа заменила на линду 27 каунта вышивка здесь идет меланжевыми нитками в этом особенность этого дизайна у паны есть несколько таких оберегов рекомендую это просто столько вы получите эмоции кин и настроения прекрасные разработки берите обязательно вышивайте вам понравится у меня вышит берег домашнего очага вышит вот ключ еще есть дизайн и будут вышиваться что я сделала единственно что я добавила в эту работу это ювелирный бисер вот такой вот серебристый у меня был прямо в центр ключика я его и добавила и вот посмотрите на переходы так как здесь меланж используется каждая рукодельница по своему распределяет оттенки получаются у всех абсолютно разные оригинальные наборы результат точнее не набора итог минут так получилось вам показываю вот такая вот красота очень довольна результатом так это мы посмотрели стопочку итогов с этого года дальше покажу вам две большие такие достаточно сложные работы это дизайн фирмы анкор был спец выпуск журнале вышивая крестиком давно им давно скачала схему мечтала мечтала никак не могла начать потом начало отложила потому что сложный был дизайн в общем в какой-то момент я же не помню работа какого года какого года эта работа но самое главное что работа завершилась работа большая здесь у нас сантиметров она где-то 60 потому что отрез на 70 но я так смотрю где-то на 60 на 55 сантиметров она высоту ширина отреза 50 сантиметров правильно говорю ну да 50 сантиметров 50 на 70 отрез в общем работа такая большая цветов много проработка здесь тоже очень очень детальная каждый дизайн он очень детально проработан поэтому конечно вышиваются все вот эти сюжетики не просто видите и 3 4 креста и бэкстич но это очень классный дизайн конечно хочется оформить но мне пока повесить никуда я бы оформила правда такая шикарная работа такая лошадка классно и кстати этот дизайн он он исполнил свою примету но так как здесь лошадки в разных ипостатях скажем так он тоже по-своему исполнил примету на работу работа шла в разных направлениях по всякому вот но главная работа шла такая центре лошадка то что я загадывала у меня все случилось когда я вышивала эту работу не могу озвучить свое желание но скажу что случилось поэтому вышивайте кто хочет работу улучшить свою загадывайте свое желание на работу и вышивайте вот такая вот шикарная работа кадр вся не помещается никак не помещается я и так и сяк ну так более-менее немножко я отъехала вот такая вот шикарная работа очень интересно вышиваете рекомендую и заключение не совсем заключение но из больших работ одна из самых самых это миробилия невеста вышивала начала помогут уже семнадцатом году это много всего поначинала и потом долго все это завершала в прошлом году завершила это дизайн дизайн богат на украшение и бисер много мне тут чего-то не хватило пришлось так заказывать и дошивать дорабатывать ну полностью она же сейчас завершена какой-то момент я ее сама натянула на такой картон специальный и она долго стояла просто украшала но потом собрала настолько пыли что я ее сняла постирала высушила и вот опять убрала в рулончик такие работы конечно нужно оформлять но так как она у меня пока одна и это особенно работа я конечно жду какого-то момента чтобы оформиться как-то хорошо может быть в этом году до вышивающих каких-то красавиц чтобы вместе их оформить потрясающая работа конечно постараюсь хоть немножечко вам поближе показать какие-то детали украшения очень люблю эту красавицу далась она мне не просто сложный дизайн сложный потому что здесь ужасная основа это пермин шоколадный пермин по ключу проблема в том что переплетение идут такие не как бы перекрывают друг друга не так как линда они параллельны да они какие-то немножко как бы как чешуйками складываются и вот не видно дырочек сложно считать основа очень очень сложно кого проблемы со зрением берите аиду ничего страшного на или тоже можно как блестит да сколько тут украшений все вот эти вот маргаритки капельки такая богатая богатая там украшение правда было бисера украшение очень много богатая дорогая невеста и я довольна результатом лица лицо мне получилось очень красивая но я вышивала по ключу по ключу просто крестиком и там использовались 3 4 креста за счет этого видны все черты лица тени румяные овал лица это вот за счет три четвертых креста именно как как это впитете бы переводилась но вот из конкретно этой девушки кого я видела вот отшивы ну у меня самое красивое даже не поскромничаю она действительно самая получилась красивая симпатичное лицо просто крестиком все по ключу и фон тут тоже такой такой замудренный фон вышивается вот эти вот такие как они завитушки завитушки вышиваются ниткой ручного украшения секционного дорогой ниткой но и звездочки это бисер вот такая вот получилась красавица юбка конечно бомба можно одну юбку рассматривать эти все украшения бесконечно все это блестит класс вот что еще покажу несколько бисерных работ и и наверное это все и так бисерные работы богородица покрова 2020 году я ее вышивала потому что у нас была радуга бисера красивая работа бисер чешский почти полная зашивка такая работа симпатичная это черивна мыть давно покупала частично вышивка на пробу сначала понравилось потом не понравилось сейчас опять нравится ну просто оформить повесить некуда такие вот ракушки близкого расстояния нечего смотреть бисер как бисер а вот с расстояния очень хорошо смотрится да красиво вот в пару сразу две купила сразу две вышила . тоже вот этот вышивается и немножко пены красиво красиво объемно смотрится мне вот сейчас мне нравится сейчас мне нравится прямо на морскую стену да было бы классно так ну а это моя любовь и гордость сожалению опять же не оформленная потому что пока повесить некуда но в новый дом обязательно она туда пойдет буду ее оформлять это чарим намыть вышивка бисером шикарный набор одна из лучших разработок вот прям рекомендую действительно я редко когда рекомендую какие-то наборы дизайны а это с чистым сердцем вам рекомендую потому что бисер очень качественные хорошая разработка вышивается легко и просто чуть по краю нас идет рубка одежда вышиваются швом как же называется набираем по три бисеринки и пришиваем такими волнами поэтому вышивается быстро мы не каждую бисеринку пришиваем опыт и сразу и и вот так выкладываем изгибы одежд очень грамотно и красиво продумано само украшение декор работы да вот стол здесь золотой ниткой вышивается выкладная нить вот здесь вот тоже выкладной нить вот здесь очень красиво покажу вам близкого расстояния вот эти арки здесь золотом и лэзи дэйзи и выкладная нить и рубка такие вот бусины они здесь пластик но тем не менее смотрится хорошо вот здесь посмотрите виноградики какие вышиваются колоски какая отделка красивая все очень грамотно и очень красиво нужно только красиво оформить таня тайная вечеря светили все святые классно очень красивая работа яркая очень ее люблю ну что это все мои работы то что не оформилась и хранится пока в рулоне рулон конечно будет еще расти потому что вышивку я люблю а все не повесишь на стены в подушке все не оформишь а я люблю вышивать сюжеты картины поэтому рулон будет расти буду вам все это постепенно показывать вдохновлять вас на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч всем пока пока